Накануне в Карачаевске водитель иномарки сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних. В результате ДТП один человек погиб, второй госпитализирован. Была ли возможность избежать трагедии на дороге, выяснял корреспондент Артур Мхце. Трагедия произошла в Карачаевске на улице Ленина. Иномарка под управлением жительницы аула Сырытюс не остановилась перед пешеходным переходом, по которому дорогу пересекали несколько человек, в том числе двое детей 7 и 8 лет. Мальчик и девочка проехали по зебре на одном велосипеде до столкновения с автомобилем. В результате ДТП один человек скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. В отношении водителя по факту наезда на несовершеннолетних пешеходов возбуждено уголовное дело. Этот случай, к сожалению, далеко не первый в республике, когда автомобилисты насмерть сбивают детей на оборудованных участках автодорог. С начала текущего года на территории республики с участием пешеходов зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибло и 45 получили ранения различной степени тяжести. Вроде бы имеется всё необходимое, чтобы не допускать несчастных случаев. Знаки, разметка, кое-где искусственные неровности. Однако некоторые водители с упорством повторяют ошибки других виновников аварии, не пропуская пешеходов на зебре. Нередко вину за случившееся обязаны разделить с автолюбителями и пешие граждане. Даже на оборудованном переходе необходимо посмотреть по сторонам и только затем пересекать проезжую часть. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Автоинспекторы Карачаев-Черкесии периодически встречаются с юными жителями республики. Посещают школы, детские сады, объясняют несовершеннолетним, что можно и чего нельзя делать в непосредственной близости от едущего транспорта. Кому-то наглядные примеры и реальные истории из практики полицейских помогают, другие пропускают информацию мимо себя. А ведь каждому участнику дорожного движения необходимо помнить, что очень многое зависит от внимательности и знания правил. Того же происшествия в Карачаевске могло не случиться, если бы водитель оказался внимателен на дороге и окружающие пешеходы подсказали детям, как правильно переходить проезжую часть. Увы, ничего этого не было сделано. Артур Махцель и Бастанов, Вести, Карачаев-Черкесия